Добрый вечер, драгоценные! Мы сегодня продолжаем наш разговор на тему «Тихое время с Богом» и помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой наш Господь Иисус и дорогой Дух Святой, мы оставляем всю суету сегодняшнего дня, останавливаемся перед Тобой, мы возлагаем на Тебя все наши заботы, хлопоты, все наши проблемы, и мы открываем свои сердца, чтобы Ты работал с нами, чтобы Ты говорил сегодня в наши сердца и в нашей жизни. Слава Тебе! Благодарим Тебя! Аминь! Неделю назад, дорогие, мы начали с вами разговор о тихом времени с Богом, о развитии личных, глубоких взаимоотношений с нашим Господом и о том, что молитва тишины и созерцания, или ее называют молитвой уединения, это главный помощник в этом. Мы говорили, что это духовная дисциплина, что это форма молитвы, и шел разговор о пяти важных подготовительных моментах. Во-первых, об обновленном разуме, что Иисус, Он пребывает в нас постоянно, об открытом сердце, что суть молитвы – это не изобилие мыслей и количество слов, это изобилие любви к Богу. Мы говорили о тишине Его присутствия и о простоте и вере. То есть мы приходим к Богу с чистым сердцем и нищим духом. Определение, на котором мы остановились, что молитва о созерцании – это путешествие из разума в сердце, из мира своих фантазий в тишину Его присутствия. И мы обратили внимание на то, что самое сложное – это внутренняя тишина. Сегодня мы поговорим об инструментах, которые могут помочь достичь нам этой внутренней тишины и попробуем успокоиться в его присутствии. Хочу предупредить, что на пути к близости есть три помехи. Первая – это духовная лень. Мы знаем, что завеса в храме разодралась, что Дух Святой излит, и думаем, что эта духовная близость придет автоматически. Вторая помеха – мы торопимся. Мы хотим быстрого результата. Мы начинаем это приближение к Богу и бросаем. Мы ожидаем результатов в видимом, но Бог, Он работает с нами в невидимом и не торопится. Молитва тишины – это не напрасно проведенное время, как некоторые могут считать, а наоборот – приобретение. Мне, чтобы, дорогие, сегодня хоть что-то сказать о молитве тишины, вам потребовалось семь лет. И третья помеха – мы просто не знаем, как это делать, как войти и как пребывать в тишине перед Богом. Сегодня попробуем кое-что узнать. Есть еще два препятствия. Это внешние помехи, которые идут от нашего окружения. Это все, что нас отвлекает. Это всевозможные звуки, телефоны, пакеты, кашель, храп, шепот. И есть внешние помехи. Это все мысли и голоса внутри нас. Без внутреннего покоя мы не сможем войти в Божье присутствие. Что же делать? Наш разум с детства приучает быть внимательным к внешним вещам. На дороге, в школе, на работе. И мы начинаем с вами зависеть от непрерывного потока своих мыслей. Ум становится нашим хозяином и начинает нами управлять. А он должен стать и быть хорошим инструментом и слугой. Он должен стать помощником. Не зря часто разум человека называют обезьянем. Он прыгает с одной мысли на другую. И даже Павел в своих посланиях применяет такое выражение – хитросплетение ума. И мы знаем, к чему это может привести, к горю от ума. И никто нигде и никогда не учит нас успокаивать наш разум. Только, возможно, докторами, декоментами. Давайте будем искать выход. И для достижения покоя есть три ключа. Слушай, бодрствуй, то есть будь внимательным. И третье – ожидай, стой рядом. Это не тот дорогий покой, когда мы можем подремать, спать и отдыхать. Это слушать, бодрствовать и ожидать. И есть несколько инструментов, которые помогут нам с вами направить разум в сердце от слов и мыслей к безмолвию и покою. И первое – это размышления над Священным Писанием. Починить наш разум Духу лучше Слова Божьего. С этим никто не сможет справиться. И на молитве «Тишины и созерцания» мы посвящаем время созерцанию Слова. Эту практику еще называют лекцией Девина. Мы вслух прочитываем текст главы, и затем каждый начинает работать с этим текстом индивидуально. Можно перечитать его, можно записать то место, или тот стих, который особенно тебя коснулся. Можно проговорить его, помолиться по нему, задать вопросы Богу по этому местописанию, сделать какие-то зарисовки, вспомнить перекрестные места. Вот происходит такая работа. Но наступает, дорогие, такой момент, когда чтение Слова Божьего превращается в диалог или в молитвенную беседу с Богом. И он со стороны Священного Писания начинает говорить тебе лично. Размышление над отрывками Священного Писания – это еще и лучший способ научиться успокаивать себя перед Богом. В подтверждение прочитаем 1 Иоанна, 2 главу, 24 и 27 стих. Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. И еще, дорогие, размышления над Библией – это самый древний метод развития дружбы с нашим Господом Иисусом Христом. Второй инструмент – это медитация. В сознании людей это связано с восточными религиями, но у этого слова очень простое значение. Медитация – это тренировка внимания, это способ взять внимание под контроль и приучить себя концентрироваться. Молитва созерцания – это не восточная медитация, это не мистицизм, это не расслабляющая терапия и не форма самовнушения. Несмотря на кажущееся сходство, есть значительные различия между молитвой созерцания и восточной медитацией. И в книге Джима Голда «Всё ради Иисуса, достигая возлюбленное вашей души» очень подробно объяснены различия. Я прочту, а вы можете проследить их по таблице. Их пять. Первое. Восточные методы в основном соприкасаются с мировым сознанием. Созерцательная молитва соприкасается с божественной любовью, которая возникает между Богом и человеком. Дорогие, молитва созерцания – это встреча двух влюбленных. Второе. Восточные традиции акцентируют то, что может сделать сам человек. Христианская традиция признаёт, что наша уникальная индивидуальность была создана Богом и для Бога, как средство Его выражения в мире. Мы встречаемся в этой молитве с нашим отцом, с нашим папой и с нашим творцом. Третье. Восточные методы ищут соприкосновения с человеческим духовным естеством, сосредотачиваясь на мантрах и используя другие методы усиленной концентрации. Созерцательная молитва предполагает личное отношение с Богом и осуществляется добровольным желанием соприкосновения с нашей духовной природой. Мы, дорогие, добровольно приходим к Богу, чтобы наш Дух, Он встретился с Его Духом. Четвёртое различие. Восточные методы направлены на то, что человек может совершенствоваться через сфокусированную концентрацию своих возможностей. В созерцательной молитве мы признаём право только Бога что-либо делать с нами. Только Бог может изменить нас с вами, дорогие, и это происходит в молитве «Уединение». И пятое. Созерцательная молитва – это нерасслабляющее упражнение наподобие техники дыхания или йоги. Это взаимоотношение веры, когда мы открываем сердца для личности нашего живого, любящего Отца. Молитва «Уединение» – это живые личные взаимоотношения с Богом. И в центре, дорогие всех практик, стоит человек, но в центре молитвы созерцания – сам Бог. Что делает медитацию христианской? Конечно, Христос. Это вера в Него и связь с Ним. Мы переводим наше внимание в этой молитве с себя, со своего эго к Богу, который обитает в нас. Чтобы взять внимание под контроль во время молитвы, самое удобное – это фокусироваться на дыхании. Оно внутри. В голову будут лезть различные мысли. Заметив их, мы переводим внимание на дыхание. Вот и вся наука. Минимум мистики. И дыхание – это дар Божий. Мы вдыхаем жизнь и выдыхаем благодарение за дар жизни. Дыхание млечит от гнева. И если у вас бывают какие-то приступы гнева, можно 10 раз глубоко вдохнуть и 10 выдохнуть. И дыхание – это, дорогие еще раз, инструмент остановить беглый ум. Есть еще один инструмент для концентрации внимания – это сканирование. Нужно представить, как еле стекает от макушки твоей головы и до подошвы ног. Я представляю это или масло, или мед. Медленно очень. Этот инструмент, он помогает направить наше внимание на нашу внутренность. И этот поток можно направить по передней стороне нашего тела, можно вдоль позвоночника, можно внутри тела. И по мере этого движения можно ощутить каждый орган и благодарить Бога за все. Ты можешь ощутить себя, как младенца в утробе матери. И увидеть, как удивительно ты создан великим творцом. Во время этой практики я благодарю Бога за разум, за память, за зрение, за то, что я могу говорить, дышать, что во мне есть так много удивительных органов. И на самом деле этот инструмент сканирования, он помогает успокоить наш разум и научить его наблюдать. Четвертый инструмент – это молитвенные формулы или священные слова, которые также помогают отпустить наши мысли. Существуют различные школы созерцания, и каждая из них использует свои молитвенные алгоритмы. И очень коротко познакомлю вас с ними. В Англии с 1991 года существует Международное общество христианской медитации. Основателем этой школы был католический священник и монах Джон Мэйн. После его смерти общество возглавляет священник Лоренс Фримен. Он является автором многочисленных книг о христианской медитации и созерцательной молитве. Последователи этой школы используют слово «маранафа», что с сарамейского переводится «Господь гряди». И произносят эти слова, согласовываясь с дыханием. Можно по слогам «ма» на вдохе, «ра» на выдохе, «на» на вдохе, «фа» на выдохе. Можно в зависимости от глубины дыхания по два слога «мара» на «фа». Я люблю практиковать на русском языке и на вдохе, «говорю Господь», на выдохе гряди. В православной церкви верующие также практикуют сердечную молитву и используют слова Иисусовой молитвы. И православные монахи, они перебирая четки в поисках Божьего покоя, силы и света, они произносят «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного». «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного». Последователи английской школы центрирующей молитвы, основателем которой в 1974 году был американский священник и монах Томас Китинг, они предлагают брать любое короткое молитвенное слово «Иисус», «Свет», «Отче», «Авва» и просто отпускать мысли и отпускать образы, не привязываться к ним, быть открытым к божественному источнику. Томас Китинг в своей книге учит, священное слово – это не транспорт и не средство спуститься на глубину, это способ отпустить все мысли. Практикующий монах-созерцатель Томас Мертон жил сто лет назад, и он автор трансцендентальной медитации. Можете посмотреть в интернете. Его сторонники задают во время молитвы тишины и созерцания вопросы Богу. Или как Илия задают вопрос «Зачем я здесь?» или обращаются, как Моисей. «Бог, вот я». Что хочешь, куда пошлёшь. И важно, дорогие, чтобы эти слова и эти фразы, они произносились в унисон с дыханием. Мы все люди разные и нет таких чётких правил, и можно применять любую удобную для вас формулу или алгоритм. Мы на молитве «Созерцание» часто применяем местописание 45-й псалом, 11-й стих, и в английском переводе он звучит так. «Будьте в покое и познайте, что я есть Бог». И повторяя это предложение, мы сокращаем его на одно слово, и это выглядит так. «Будьте в покое и познайте, что я есть Бог». «Будьте в покое и познайте, что я есть». «Будьте в покое и познайте». «Будьте в покое». «Будьте». Созерцание Писания, наблюдение за дыханием, способ сканирования и священные слова – это лишь инструменты, которые помогают нам с вами войти во внутренние покои. И главный вывод, к которому мы должны прийти, что созерцание – это дар Божий и всегда благодать. Это не техника и приемы. О молитве «Созерцание» можно еще много сказать, но я коротко хочу сказать, скажу о некоторых важных моментах. Первое. Каждый человек, он имеет нужду в покое. И мы так устроены Богом, что третью часть суток, 8 часов из 24, мы должны спать. Сон – это краеугольный камень нашего здоровья. И все процессы, они зависят от качества сна. Если вы не высыпаетесь, это подрывает ваш иммунитет. Мы быстро стареем, мы набираем вес, мы хуже соображаем и теряем способность позитивно мыслить. И первое, что делает с нами молитва тишины, мы пересматриваем свой взгляд на режим сна и порядок дня. Многие оставляют практику, потому что засыпают во время нее. Но, дорогие, это Бог, Он, видя вашу многолетнюю усталость, Он дает вам возможность отдохнуть. Пусть это не останавливает вас в практике. И опытные практики, они советуют начать с одной минуты уединения утром и одной минуты вечером. И вовсе не нужно нам бросать все дела ради созерцания, а лучше, чтобы мы эти дела, они приобрели созерцательность. Мы с вами можем во время пищи пребывать с Богом, приема пищи, во время прогулки гулять с Ним и даже во время мытья посуды. Все дело в Его присутствии. Третье. Всегда нужно помнить, что человек, он создан быть с Богом. И это великая цель. И Бог, Он не в фантазиях, а в реальности. Он живой. И ты истинный и настоящий только тогда, когда в тебе Бог, в тебе свет и в тебе жизнь. Четвертое. Созерцание. Он помогает нам получить доступ к источнику жизни и к источнику высшего покоя. И пятое. У созерцания есть свои плоды, но они входят в нашу жизнь как дары Духа Святого. Мы помним, что это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость и воздержание. И о плодах созерцания мы с вами поговорим на следующей встрече. И уходим к выводу, что тихое время с Богом – это, дорогие, духовная дисциплина, которая помогает нам насладиться Божьим присутствием. Это духовная дисциплина. Немного практических советов хочу предложить, чтобы вы сегодня уже вечером смогли начать практиковать эту молитву дома. Необходимо сесть удобно, выпрямитесь спину, слегка наклонив голову, без напряжения, по возможности неподвижно, чтобы не отвлекать наш ум. Второе – постарайтесь не издавать никаких звуков, чтобы не телефон, чтобы вы смогли войти в полноту безмолвия. Войти в полноту безмолвия. Когда вы начинаете дышать, пытайтесь вместить в себя как можно больше воздуха и медленно наблюдайте. Наблюдайте, как жизнь, она входит в вас, и на выдохе благодарите за эту жизнь. Дорогие, быть с Богом – это такая же потребность, как дышать. И еще один совет. Мы в это время забываем себя и думаем о Боге. Забываем себя и думаем о Боге. И начни наслаждаться Божьим присутствием в тебе. Растворись в нем. Просто осознай – Бог в тебе. Бог в тебе. Затем наслади Бога своим признанием любви. Пусть это будет диалог любви. Скажи о том, как ты любишь Бога. Или скажи, что ты мало любишь и хочешь любить еще сильнее. Будь чистым, открытым. И затем замолчите и позвольте Богу насладить вас собою. Наполнить вас своим Духом Святым. Совершать то, что Он хочет делать с вами именно сегодня. И мы знаем из Священного Писания, что соединяющимся с Господом есть один Дух с Богом. Вы можете начать практиковать самостоятельно. И предлагаю начать с одной минуты и постепенно увеличивая до 20-30 минут. Лучше это делать утром и вечером. Для тех, кто заинтересовался этой молитвой, могу предложить почитать следующие книги на эту тему. Это Джим Голд, «Все ради Иисуса, достигая возлюбленного моей души». Боб Сорж, «Секреты тайной комнаты». Стив Сэмпсон, «Ты можешь слышать голос Бога». Жанна Гион, «Познание глубин Иисуса Христа, достигая совершенства». Терри Терри, «Беззвучная песнь поклонения, скиния внутри нас». Томас Китинг, «Открой ум и сердце высшей тайны». Облако неведения, автор неизвестен. Многие из них есть в электронном виде. И завершая наш разговор об отдыхе, хочу сказать, что самый лучший отдых – это тишина, мир и покой. Это когда ты наблюдаешь и наслаждаешься красотами природы, и при этом прославляешь и благодаришь своего Господа и Творца. Это когда ты читаешь Священное Писание, и Он говорит тебе в ответ. И еще когда ты остаешься наедине с Ним, где только ты, Он и тишина. Давайте, дорогие, будем делать тишину, не будем экономить время на этом. И помнить, что Его присутствие – это врачество. И, дорогие, источник жизни внутри нас. Хочу особо поблагодарить каждого из вас за ваши даяния, пожертвования, приношения и десятины, которые вы приносите в Дом Божий. Пусть Бог благословит вас. И давайте посмотрим ролик о способах пожертвования. Возможно, вы еще не выбрали или хотите выбрать новый, более простой способ пожертвования. Божьих благословений. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова